Мы продолжаем с помощью сегодняшнего перевода Шухонаруха «Законы трапезы». Урок посвящается. Мы сейчас находимся на главе 171. Тоже не очень важная глава, но мы переведем хотя бы Шухонарух и Бер-Хейтеф. «Осе Адам царкав бифат» Можно с помощью хлеба делать то, что требуется. Немножко переплетать с предыдущей главой, а предыдущая с предпредыдущей. Они все в чем-то похожи. Эти главы, в том числе, одно из еврейских правил этики и халахи тоже, это то, что нельзя портить, так сказать, пищу, в особенности хлеба, издеваться над хлебом. Кидать, например, его выбрасывать, когда он съедобный. Так вот, говорится, что использовать хлеб для того, чтобы съесть им что-то, или подложить под еду другую и потом все это съесть, или кусочком хлеба вытирать, например, остатки жира, скажем, со сковородки, или там с тарелки, чтобы доесть. Это все разрешается. Это не считается, что он издевается над хлебом. Наоборот, да, что это так доедают с помощью хлеба. Что можно делать с помощью хлеба? При условии, что хлеб не испортится и не станет противным. Но если испортится и станет противным, тогда нет. Поэтому свежее мясо, сырое, не следует класть на хлеб. Также не следует полный стакан проводить над хлебом, потому что расплескается и хлеб станет противным. Нельзя подкладывать хлеб под тарелку, чтобы держалась тарелка. Но только при условии, что если там в тарелке какая-то пища, которая, да, видимо, суп какой-то, что-то, что если расплескается на хлеб, будет противно. Так же не следует мыть руки с помощью вина. Неважно, чистое вино или смешанное с водой. Даже если моют не для еды. Нельзя кидать хлеб. Это все издевка над пищей. На пищу это броха, и нужно быть благодарным всевышленным, который дает пищу. Сейчас мы уже привыкли, что пищи всем вроде хватает, в наших местах, по крайней мере. Есть еще до сих пор страны, где люди от голода умирают. И где чувство голода – это постоянный спутник большего чая, большей части населения. Но там, где евреи сегодня живут, у нас, в Баруха Шем, в наших странах голод фактически почти не существует, настоящий голод. Но это не значит, что можно издеваться над пищей. Также нельзя кидать другие виды пищи, которые портятся от этого. Но можно кидать, например, орехи или гранаты, что-то, что не портится, не противно, не становится. Окей. Пишет Бергейтев. Ло. Это идет на слова. Ло. Что-то, что портится, нельзя подставлять, использовать как-то еду. Это что-то, что портит и противно делает хлеб. Но если, говорит, это нужно для лечения или для человека, тогда можно. Поэтому, говорит, если ничего другого нету, чем помыть руки, то можно помыть соком каким-то и другими жидкостями. Да, теми жидкостями, которыми вообще можно мыть руки, да, халахические. Можно тогда помыть, даже если от этого портятся жидкости. Да, это идет на слова, что нельзя кидать хлеб, говорит, даже если хлеб не испортится от этого, не станет противным. У них был такой закон, что если видишь просто валяется еда, то следует ее поднять, не оставлять на улице валяться еду. Сегодня, конечно, это противно людям, не будут так делать. Они боялись только кишафим, да, что использовали, видимо, некоторые колдунии, как-то кусочки хлеба на дороге, что если кто-то поднимет, это было опасно. Вот, тогда, значит, не поднимали. Это говорит, если целый хлеб так оставили, обычно использовали для кишафим, бывало, что использовали. Но сегодня есть гораздо больший хашашот, который гораздо более часто встречается, а именно грязь, да, если хлеб просто валяется на улице, кто же трогать такое будет. Вообще, говорит, нельзя делать так, чтобы еда какая-то стала запрещенной для удовольствия. Еще был закон, что не следует кормить животных пищей, которая годится для человека. Я не знаю, сегодня, кажется, и это не так уж соблюдают. Может, причина в том, что у нас, опять же, достаточно пищи для всех, и что значит пища, годящаяся для человека. Да, и до какой степени это в их времена тоже относилось, не очень понятно, потому что есть много видов пищи, которые, да, ведь животные не только сеном кормят, кормят зернами в том числе. В общем, много непонятно в этом законе, и сегодня, кажется, об этом не беспокоится. Но, кстати, есть до сих пор идея такая. Я помню, в бывшем Советском Союзе у них была большая проблема. Они, с одной стороны, субсидировали хлеб. Хлеб был дешевле, чем он обходился государству, чтобы у всех хотя бы был хлеб, они пытались, значит, все боролись, чтобы хлеб хотя бы, да, он стоил тогда 14 копеек большой такой, да, и некоторые виды хлеба. 12 даже копеек был, более дорогой был 16 копеек, но это было много. Этого хлеба могло хватить на 2-3 дня, или на целую семью большую. Вот, так это стоило всего в среднем 14. Тот, который мы покупали, самый вкусный, на мой взгляд, круглый хлеб был 14 копеек. Да, это получается, что нужно работать, ну, может быть, 10 минут, да, сколько человек зарабатывал 14 копеек. Допустим, 10 минут работы, или меньше даже. И при этом купить хлеба достаточно на несколько дней, то есть, или если большая семья, да, если есть в основном только хлеб, то можно было бы тогда накормить всю семью на целый день хлебом, работав всего несколько минут. Вот это, в общем, было очень дешево в сравнении с другими видами пищи. Например, тот же сыр, да, купить килограмм сыра стоило, может быть, почти дневную зарплату. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что фермеры, да, ну, всякие там крестьяне, они накупали этот хлеб, который был такой дешевый, и кормили им своих животных. И это создавало большую проблему для государства, потому что они хотели субсидировать, чтобы был дешевый хлеб, но они не хотели, чтобы этот хлеб потом шел на пищу животных, да, они только потому его покупали, что он был дешевле остальных видов пищи, иначе, может, они сено покупали. В общем, это большая проблема, если начинают кормить, да, в обществе не хватает, нехватка всего, если начинают кормить продуктами для человека животных. Ну, вот в Америке от того, что если фермеры начнут кормить своих животных пищей, которая годится для человека, то это, кажется, ни к чему не приведет к плохому, наоборот, и будет развивать экономику. Итак, пишет дальше Шухонарух. Нельзя, видимо, сидеть даже на какой-то, видимо, контейнере, в котором, допустим, инжир, да, или сухой инжир. Но можно сидеть на контейнере с... Ну, у них были, они как игуль делали, как круглый такой, спрессованный, в котором находятся финики. Или, если, допустим, контейнер с мелкими зернами, да, китниот, это второстепенные зерна после вот твуа, главных зерен, так, пшеница, ячмень. Есть всякий второстепенный рис, кукуруза, гречка, пшенка. Вот это называется китниот обычно. Еще, вообще, основная китниот, видимо, изначально называли бобовые всякие, да, фасоль там же всевозможные, бобы, чечевица. В общем, как бы там ни было, значит, можно сидеть на купе, которая полна этих видов зерен. То есть, разница, во всяком случае, в том, что на одних, если садишься, то портишь, она проседает под тобой, и портишь ту пищу, которая в ней. А другие, да, то есть зерна, или там, допустим, спрессованные финики, они, с ними ничего не будет, на них сидеть. Окей, пишет Бергейтеф. Что то, что нельзя садиться на купе с инжиром, это когда инжир от этого портится, что купа проседает, и ты таким образом портишь инжир. Но если это, говорит, купа, сделанная из дерева и крепкая она, этот контейнер, то на нем, когда сидишь, то он не проседает под тобой. Говорит, даже если там книги лежат святые, все равно можно на таком ящике сидеть. Тем более, если там еда. Говорит, Рима так не считает, считает, что если книги святые лежат, даже в ящике, все равно на ящик садиться нельзя. Если этот ящик приделан к стене, тогда можно. Так, говорит, обучивать в синагогах. Следующий закон. Это как каша своего рода зерен. Да, с пшеницей, например. Так вот, можно ее есть, бепат, с помощью хлеба, по маком каф. То есть, если нету ложки, можно из хлеба сделать, как ложку своего рода, и им черпать кашу. Но плюс сложно потом съесть эту ложку из хлеба. Говорит, те, кто осторожны, они все время съедают кусочек хлеба. То есть, они не просто в конце доедают хлеба. Они, когда едят кашу с помощью хлеба, они от хлеба откусывают. Получается, как бутерброд. Да, и все равно нужно доесть потом оставшийся хлеб. Да, того, что он ел хлеб при куску с кашей, все равно потом остаток хлеба тоже нужно доесть. Можно было, у них было принято так, что перед женихом и невестой они разливали вино из одного сосуда в другой, какие-то трубочки такие. Это было красиво, видимо, и торжественно. Так вот, это не считается, что используешь как бы не по назначению пищу, потому что, а что с вином будет? Оно просто переливается из сосуда в сосуд. Вигу шейкаблено бихли бифи цинор. Да, происходит, что он принимает, даже не расплескивает на улицу. Визор ким, лифнеем, клайот вегузим. Также можно перед ними кидать пищу, которая не портится. Например, орехи или зерна. Но только во время летнее, когда не портится на земле это. Но никогда слякоть и грязь зимой, тогда это все портится. Куски хлеба никогда нельзя перед ними кидать. Когда кидают пшеницу перед хатаном, то нужно кидать только в чистом месте. Нужно потом убрать, собрать снова, потому что иначе люди будут по ним ходить. Это тоже не уважительно к хлебу, к пшенице. Следующая глава. Вот это очень важная глава, очень важный закон. У многих людей это случается в жизни, что человек забыл сказать броху и уже положил пищу в рот. Бело броха. Или бывает, что он думал, что уже сделал броху на этот вид пищи, а потом, когда уже положил в рот, сообразил, что нет. Бывает такое, что, например, начал трапезу и сделал броху, например, бреприадамайша, окольно что-то, а потом решил поесть что-то, что бреприаец броха, например, авокадо или что-нибудь такое, и совершенно забыл, что на это другая броха, и он уже во рту теперь, да, у него пища. Что теперь делать? Так вот, говорит Шухонарух от имени Гемора следующее, что, значит, если это жидкости, Жидкости их невозможно, если выплюнешь, испортится, если рот полной жидкости, ты не можешь при этом делать броху, потому что начнет выплескиваться, да, и при этом все, что остается, это проглотить без брохи. Уже броху теперь сделать невозможно, раз он уже проглотил, теперь броха не делается на то, что уже проглотил. Это мнение Райвада и некоторых других мудрецов, но в Ахроне мы не согласились с этим. Некоторые мудрецы считают, что если сразу после того, как проглотил, сделал броху решенную, это еще срабатывает. Но по мнению Шухонарух это броха леватала есть, и Ашкинадзим тоже обычно броху не делают, раз Исафик брохот леокель. Единственное, что можно предложить, это если человек все равно еще будет пить или есть, да, сразу же сделать броху на что-то и покрытие то и другое. То есть, например, если человек взял, допустим, яблочный сок в рот и потом сообразил, что он не сделал броху. Он может его проглотить и тут же сделать броху на сыр или еще на сок или еще на что-то. И таким образом броха решено точно сработает на то, что он собирается есть. Он имеет в виду, заодно, если возможно, если Райвот прав, то покрытие то, что он уже успел выпить. Теперь, если это твердая пища, тогда закон другой. Значит, если он забыл и положил их в рот, было броха. Значит, в идеале человек не должен делать броху на пищу, когда у него во рту пища. Да, у него вообще никакие брохи не должен делать, когда у него во рту пища. Да, нужно, чтобы рот был, как говорится, восхвалением Всевышнего, а не полон еды. Да, прожусь сначала, как говорится. Вот, поэтому если у человека теперь пища во рту, если можно, нужно ее вытащить изо рта, если она не испортится. И тогда сделать броху. ВИМГУДАВАННИМАСНО. То есть это тип пищи, которые уже потом невозможно будет есть. Многие виды пищи, частично многие виды людей, у них противно есть пищу, которую он вытаскивал изо рта. Тогда он фактически делает броху, пока у него полный рот. То есть он пытается эту пищу как-то сдвинуть в одну из сторон, в одну из щек, чтобы хотя бы частично рот был свободный. И потом делает броху прямо так. Получается, у нас три ситуации. Жидкости проглатывает, пищу, если не испортится, вытаскивает. Если испортится, сделает броху прямо с пищей во рту. Значит, Бергейтеф пишет следующее. ВИМГУДАВАННИМАСНО. То, что мы им такую мягкость разрешают, что человек практически проглатывает без брохи, если он уже во рту, этот сок, например, яблочный. Это если у него нет другого сока. ВИМГУДАВАННИМАСНО. Очень хочется выпить, поэтому разрешаем ему пить без брохи. ВИМГУДАВАННИМАСНО. Если у него есть достаточно сока, то пусть лучше выбросит, пусть лучше выплюнет этот сок. И лучше потеряет немножко сока, но не пить без брохи. ВИМГУДАВАННИМАСНО. 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 Из-за того, что он только немножко сохранит этого сока, который у него уже, например, во рту, ради этого пить без брохи не стоит. Поэтому, если есть возможность другой сок потом попить или он потерпит, ему не так хочется пить, тогда лучше просто выплюнуть. Следующий БЕРГИТЕВ, да, АЛЕЙХАНН, насчет того, что РОМА пишет, что, по мнению РОМА, сразу как только выпил, делается броха на то, что пил, то есть до, броха решона делается. И он говорит, царихи, он говорит, нужно еще подумать над другим вопросом, а нужно делать броху охрону. ИМИВАРАГАМКЕН БРОХААХРОНА. ДЕЛОМА АЦИНУ БЕЙ БРОХОС МУХОТ ЗОЛАЗО. Говорит, мы не находим, чтобы делали две брохи подряд. Странно немножко, да. МИНЕРАЛИ ДАЛЬЗАЙН МИНИМИ ВАРАГА. Значит, если это семь видов, тогда пусть сделают броху охрону. Не очень понятно, о каком случае идет речь, потому что семь видов, мы же говорим сейчас о жидкостях, семь видов, которые могут быть жидкостью, это только вино виноградное. Все остальные жидкости из семи видов, например, мед из фиников или, допустим, гранатовый сок, они все имеют броху шегаколь. Поэтому я не очень понял, да, о чем вообще здесь речь, мы же здесь о жидкостях говорим сейчас. Говорит, что семь видов, раз их броха возможна история, по некоторым мнениям, то следует сделать броху охрону тоже. ГИВАРАГ. ДЕЙШОМ РИМ ДЕХАВИ ДЕРАЙТОР. А ВАЛЬБИМАЕМ ВИШАЛ МИНИМ, но если он выпил воду или другие какие-то виды, которые не семь видов, которые точно драбонан, ЭХШАЛ ДЕБАЗЕЙ ИНЕВАРАГ. Возможно, в такой ситуации лучше броху охрону не делать вообще. БОЛЯНИ ФАШОТ. ГИВАРАГ. ДЕЙШОМ РИМАЕМ ВИШАЛЬ. ГИВАРАГ. ДЕЙШОМ РИМАЕМ ВИШАМ РИМАЕМ ВИШАЛЬ. Поэтому лучше вообще это выплюнуть и не проглатывать. На самом деле, я не очень понимаю слова БЕРГИТЕВА и о каком случае идет речь. Потому что если речь идет о жидкостях, как выглядит из его слов, то тогда и без того он обычно не выпивает сразу ревеид. Ведь чтобы сделать броху охрону нужно выпить ревеид. Так о каком случае идет речь, если он вспомнил, пока у него был целый ревиит, что ли, во рту? Обычно у человека нет во рту целого ревиита жидкости. Так, может быть, полный рот с трудом будет ревиит у некоторых людей, но это с большим трудом. Обычно столько нет во рту жидкости. Поэтому если, да, по рама, допустим, если он вспомнил, пока у него еще был полный рот, проглотил и делает теперь броху решону, и сафик в Бархейтеф, да, делает ли броху охрону. Но в какой ситуации он выпил целый ревиит, это почти невозможно. А если же пища была твердой, то тогда Мистамо он должен был делать, как было сказано в Шухонарахе, либо вытащить эту пищу, если она не испортится, либо сделать броху с полным ртом. Вот, поэтому единственная ситуация, о которой можно представить, что он уже съел и тогда вспомнил, то есть он успел уже проглотить пищу, и потом вспомнил, что не сделана была броха решона. Так тогда как раз может и по рамане нужно делать броху решону, потому что здесь пишет Мишна Брура от имени Повским, что причина почему считает райводы другие, что делается броха решона, хотя человек уже выпил, это потому что он вспомнил, пока еще рот был полный. То есть как будто раз он вспомнил, пока еще рот был полный, как будто это броха была сделана еще пока он не выпил. Но если бы он уже съел или выпил И потом вспомнил, что броха была не сделана То тогда броха решена уже не делается Лихойра Поэтому совершенно непонятно В каком случае вообще Берхитив тут не уверен Но в любом случае я уже сказал И как Мишто Брозе пишет, что большинство охроним В любом случае не согласны с Рыма Поэтому для нас нет никакой навками Весь сафлик был, потому что Он говорит, что мы не находим Что делали две брохи подряд Если делаем броху решену уже после питья То как можно теперь делать броху охронную И в этом Маген Аврам был не уверен Еще пишет Берхитев Воеварах вело махани безе силу к лица дыхат Дэктив гималэ пи тегилатеха Говорит, что Если еда не портится То лучше, как мы сказали, вытащить эту еду А не говорить броху с полным ртом Потому что написано Пусть мой род наполнится твоими восхвалениями Всевышней Да, а не едой Да, когда человек Ест и при этом пытается делать благословение Да, это нехорошо, что род полный пищей В момент, когда он броху Всевышнему делает И на этом мы сегодня закончим Мы сделали с вами коротко две главы Уроку сейчас И фошлемы на слаха вихуним Шель хата субатахуба виху лисраэль